Приветствую вас, Надежда. Хотелось бы спросить, конечно, как у вас дела с самооценкой. Хотелось бы спросить, не боитесь ли вы остаться одна. Хотелось бы спросить, считаете ли вы семью добровольным образованием или вы считаете семью полем битвы, местом битвы, полем и результатом, соответственно, работы какой-то. Вот. То есть, это вот, в общем и целом, такая вот история. На мой взгляд, первые вопросы, которые вам, значит, необходимо себе занять. Второе, второе, что хочется сказать вам, это то, что вы по факту не задаете вопрос. То есть, вы его не задаете. Вот непонятно, что вы хотите от психолога. Если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, это одно. то, если вы хотите разобраться в себе, это другое. Если вы хотите, значит, чтобы, ну, у вас с вашим, с вашим ребенком, значит, было хорошо, это третье, да? Вот. На мой взгляд, ситуация вот такая во вторую очередь. Дальше идем. Значит. Вы пишите. Мы браке уже почти тридцать лет. Не только я на вся семинаре, 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 это благодаря моему терпению. Все так. Смотрите, я вам честно скажу, что все так. Действительно, благодаря вашему терпению. Вот только это не заслуга ваша. А скорее безысходность. Я так полагаю, что это безысходность. То есть я серьезно считаю, что вы делаете это все от безысходности. Я серьезно считаю, что вы действуете так, потому что для вас альтернатива, условно говоря, еще хуже. Другой вопрос. Почему? Для вас нет альтернативы. То есть мне кажется, мне кажется, что это тоже очень важно. Понимаете? Какая штука. Дальше идем. Значит. Вы пишите. Мой муж работал вахтами, мучил меня безосновательной ревностью. Я даже улыбался, перестал. Приезжал с деньгами, пил по 7-9 дней, чуть не втянул в это болото меня. И почему вы остались с ним? Ради чего вы остались с ним? Любовь ли это, что с нами называемая? А если не любовь, тогда что? И насколько это для вас важно? Стоит ли оно того, что вы сейчас делаете? Стоит ли оно всех лет прожитых вами в таких условиях? Все это его пьянство, значит, его ревность. Это детское поведение. Поведение ребенка. Вы для него в таком случае становитесь родителем. Что, на мой взгляд, совершенно очевидно. И если вы для своего мужа становитесь родителем, то это деструктивная история, которая основана на чем угодно, но только не на любви. Понимаете? Какая, какая штука? Вот и опять же возникает вопрос, что вас с мужем объединяет? Когда? В какой момент? Значит, ситуация стала разлаживаться. Так, штат управит так и расслабляться, при этом регулярно. В каждой вахте приехал разладиться, национальное заявление никогда не подавал. Но, опять же, на момент какой вы позволяете мужчине, по идее, любимому, каждый раз по факту, по сути, манипулировать. Манипулировать разводом. Да? Манипулировать разводом. И, соответственно, по сути, вас, ну, по сути, держать вас в некоторой такой узде, скажем так. Ну, вот. Что-то очень важная такая история, очень важный такой момент, на мой взгляд. Очень важный, да, очень важный аспект, на мой взгляд. Потому что он напрямую запрагивает то, как вы сами себя позиционируете, собственно говоря. Вот. Это очень важно. Очень важно, как вы сами себя позиционируете. Дальше идем. Начнем. Мне удалось добиться его полного отказа от алкоголя, ценой того, что я полностью взяла все расходы на содержание семьи, на себя. И зачем, опять же, для чего. То есть, такое впечатление, что вы развели ценность семьи в абсолют. Для вас не ценны вы. Для вас не ценен даже ваш ребенок. Для вас не ценен ваш муж. А цена лишь только семья. Семья без людей в ней абсолютно ничего не стоит. К сожалению. Дальше. Так. Мне удалось добиться его. Так. Он помогает по дому, закупает продукты. Отвозит и забирает ребенка в школу, у меня с работы. Но ребенку уже 15 лет, ему пора бы уже абсолютно поработать о работе. Где связь между возрастом ребенка и работой? Мне кажется, гораздо актуальнее работать, когда ребенок маленький. Школу вы вроде бы уже пережили, в том смысле, что первый класс самый тяжелый. Сейчас ребенку уже 13 лет. А браков, мы смотрим, почти 30 лет. То есть, больше половины браков убили без ребенка и почему-то все равно были с ним. То есть, здесь нужно вот этот момент исследовать. Так, так как я днюю и ночую, парикмахер очень устаю на работе. Слушайте, ну здесь как минимум вы себе противоречите, потому что, ну на мой взгляд, вы себе противоречите, потому что дело все в том, что вы сами написали, что вы не хотите возвращаться домой из-за своего мужа. То есть, тут противоречия, вы не уйдете и ночью уйдете на работе. Вот. Потому что так надо, потому что надо работать. Или вы не уйдете и ночью уйдете, потому что не хотите возвращаться домой. Самой. Как бы определить. Да? Здесь. Вот. То есть, непонятно зачем, почему бы вы хотели, если бы он отказался, полностью отказался от алкоголя. Такой вот сыну. Это очень похоже на манипуляцию. Так. Значит. Уже прикольно складывали этот вопрос с весны на осень, что это не на весну. Ну и стали простыми на сыном его регулярные воспитательные речи о том, какая должна быть смысл руководства. У меня слон красоты, ведь пока он не вмешался, все было хорошо. Так. Значит. Давайте заново. Значит. Ваш муж и не будет задумываться работать до тех пор, пока вы содержите в себя. Какой ему смысл? Какая мотивация работает? Дальше. Значит. Так. Вы стали простыми на сыном, его регулярные воспитательные речи о том, какая должна быть. Ну, его вы не переделаете. А почему вы позволяете ему так вести себя с вами? Это большой вопрос. На мой взгляд. Большой вопрос. Почему вы позволяете у человека вести себя с собой так? А по какой причине вас задевает то, что он воспитывает в Лостове не совсем понятно? А пока он не вмешивался, все и было хорошо. Ну, год назад случилось кодобство, меня лишились когда поспите помещения. Почти год я выграбкивался из неприятных средств, за счет своих личных накоплений влезла на большой кредит, который я также сама плачула. А при чем здесь ваш муж? Я не очень понял. Говорите, пока он не вмешивался, все будет хорошо. А при чем ваш муж здесь? Коллектив в итоге распался. А из чего распался? Я теперь одна работаю, но это его не вдохновляет на поиски работы. А должно? У меня такое ощущение, что у вас есть вот определенные представления о мире. И вы вот как бы эти представления о мире только пытаетесь продвигать. Потому что в мире может быть иначе, то что в мире может быть по-другому. Вот. Это, мне кажется, вас... Ну, это вам не кажется каким-то реальным. Знаете? Вот. Так что... Почему? На чем основано ваше ощущение о том, что ваши трудности должны его вдохновлять на поиск работы? Его не доставляют на поиск работы, потому что он, в принципе, изначально не хотел работать. И вы его... В общем, не хочет, но не хочет. Вошмусь. Нет у него тяги к саморазвитию. Дальше, значит... Так. Все варианты не подходят и начинают все дома не заменить. Если выйдет и ведет на работу, то рай, по его мнению, рухнет. Ну, опять же, это вот... В некотором смысле вы создали такое его впечатление о себе. То есть, подкрепились. Не создали, а подкрепили. Еще меня беспокоит влияние на психику дочери. Он доморазма скупил. Конечно, она экономит доморазм под его влиянием. Так а что беспокоит? Нужно отделяться от мужа. Отделяться от... Вам от него... Вам, вдвоем, дочери от него. И все. Что беспокоит-то? Он, естественно, влияет на дочь, потому что... А... Дочь... Она все реагирует на то, как ее видит отец. Потому что... Такой она будет женщина. Все правильно. Вот. Значит, ну, тут вы пожаловались, опять же. Да. То, что умудрилось привезти 100 рублей. Назад. Папа готовит ее чуть ли не до следующего лета. Оставит ко мне на работу тоже. Ну и вы просто на это спокойно смотрите. И все. Получается. Вот. Получается. Привозвал меня стерва, которая не ценит такого золотого мужа, который готовит ужин и ждет меня дома. Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Наверное, все же договориться не получится. Он считается его прагматичным. Во всем правилам не страшно. Перед чем? Что именно вас пугает? Я даже не беру выходных, чтобы не быть в ней, если так и доканчивается со скандалом. Скандал у тебя тут будет человек. А если вы не будете у тебя свой скандальный, то скандала не будет. Вопрос в том, что есть вторичная выгода от этого. И вопрос в том, что есть впечатления, представляющие представленные о себе и о мире. Искаженные. При этом я замолкаю, чтобы не провоцировать. Он орет, что вас основат. И я и даже может оскорбить. Но потом через некоторое время отрывает и извиняется. И что? Вот, Надежда. Какой у вас вопрос? Я серьезно. Какой у вас вопрос к психологу? Ну если не ради себя, то хотя бы ради дочери стоит ситуацию, мне кажется, поменять. Потому что она будет ухудшаться. Ну в дальнейшем только. Вот. То есть вы не спрашиваете надежду ни что вам делать. Вы не спрашиваете надежду ничего. Вы просто излагаете. Вот. Ну как бы, а делать то что? Что вы готовы делать? Готовы ли вы, например, меняться самостоятельно? Вот. Готовы ли вы гармонизировать отношения с мужем? Готовы ли вы отказываться от своих каких-то деструктивных представлений и поведенческих моделей? Готовы ли вы к ребенку относиться по-другому? Готовы ли вы признать этот факт, что ребенок вас не особо волнует в этом смысле? Вот. А если его и волнует, то он совсем не так, как, ну, как должно быть в норме. Вот. Понимаете? Такая штука. То есть, вот это все необходимо вам определить, что вы хотите, какая цель. По цели мы вам поможем. Запрос к психологу, нужен запрос. Молодец. Тут ваши отношения с родителями нуждаются, нуждаются в корректировке. Тут ваши личные границы нуждаются в корректировке, потому что вашу семью обсуждают свет. Тут ваше женское поведение нуждаются, нуждаются в корректировке. Тут сама целька нуждаются в поднятии. Ваше. Понимаете, какая штука? Вот. Вопрос в том, что из этого хотите вы. Вопрос в том, чего из этого хотите вы. Понимаете? И я вот, если честно, ну, как бы, я не очень вижу и не очень понимаю, как и чем мы можем вам пока что помочь. Понимаете? Вот. Я не очень понимаю, как мы вам можем помочь, чем пока что мы вам можем помочь. Вот. Так что, напишите, какую помощь вы хотели бы от нас. И тогда, я думаю, можно будет вам оказать помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.